здравствуйте дорогие телезрители и конечно же мои подписчики на канале youtube голова садовая тетя таня сегодня я буду ругаться до каких пор вы будете гробить свое здоровье и здоровье своих близких вот хочу сказать что в жизни все оказывается просто даже гениально просто ну вы настолько обленились девочки я вам говорю вы хозяйки на кухне вы почему детям покупаете этот йогурт который там фасованный и даже не задумываетесь сколько и чего там положено написано без консервантов скажите мне пожалуйста какое молоко без консервантов может стоять в холодильнике закрыта какой-то фольговкой да никакое просто там кроме плесеней может быть все что угодно я уже неоднократно начинала эту тему приготовления кисломолочных продуктов дома как вы думаете сколько времени займет приготовление йогурта да конечно вам ага полдня полдня это знаете можно накормить полгорода этим йогуртом я смотрю что у нас йогурты конечно есть там они сладкие сладкие с ягодами да господи ты боже мой приготовить дома достаточно 5 максимум 10 минут вы еще помните мой рецепт домашнего майонеза 15 секунд готовится домашний майонез а вот йогурт домашний готовится 5 минут что для этого понадобится вот посмотрите вот пачка молока вот кастрюлька вот градусник и градусник желательно вот такой вот спиртовой а не ртутный он может быть любой формы для даже измерения температуры за окном сметана десяточка ложка конечно понадобится и если вы хотите йогурт с ягодами понадобятся какие-нибудь ягоды у меня это малина замороженная значит все настолько примитивно что трудно себе представить я смотрю там у нас появились йогуртницы закваски а знаете ли вы что даже в самой плохой сметане используется та же закваска и если ее положить в молоко то к утру получится замечательный йогурт сначала показываю что получилось а потом мы начнем делать йогурт вот посмотрите в этих корчашках или глечиках как называют правильно находится уже готовый йогурт вы видите его движение нет он настолько густой он просто супер замечательный я попробую ложкой показать вот как насколько он красивый и вкусный посмотрите посмотрите какой он да кто же откажется от такого-то йогурта да почему не заправить салаты таким йогуртом здесь нет сахара здесь только молоко и сметана а рядом стоит корчашка где сделан йогурт с ягодами земляники вы здесь немножко сахара введено это очень вкусно поглядите какой же ребенок откажется от такой вкусноты а взрослый а если вам крайне необходимо для диетического питания вы что для диетического питания в магазине его купите вот для сравнения еще хочу показать вам два кувшина посмотрите вот это просто простокваша как мы ее называем видите отслоение да здесь вот видите сыворотка ее явно видно это просто сквашенное молоко оно нам тоже пригодится для другого сюжета а вот здесь йогурт посмотрите видите хоть что-нибудь из расслоения хоть какую-нибудь жидкость оно даже практически не шевелится в кувшине это йогурт сделанный на молоке два с половиной процента и на сметане номер 10 то есть 10 процентной жирности вот знаете могу говорить бесконечно про молоко с утра и до ночи вы меня даже не остановите и чтобы сделать йогурт для этого понадобится у кого литр есть молока хорошо у кого есть пол литра тоже хорошо вот для того чтобы получилось все берем пачку молока неважно какой жирности вот какое молоко возьмете такую жирность йогурта и получите и конечно жирности добавить сметана если вы диетическое хотите питание значит выбирайте да хоть обезжиренное какая разница главное что для первого раза в этом йогурте появится не очень большое количество вот этих замечательных бактерий но если сквашивание проводить не сметаны а вот на этот литр молока понадобится 100 грамм сметаны в идеале это идеальный рецепт но на самом деле я беру вот такую ложку вот сюда вот чуть побольше вот так вот этого достаточно и для того чтобы сделать все правильно нам надо нагреть вот эту маску градусник для этого здесь и лежит нагреть чтобы температура молока была от 33 до 35 градусов по цельсию плюс естественно все закрываем полиэтиленом закрываем теплой шапкой полотенцем не важно как ставим обязательно на салфетку и завтра утром у вас будет великолепный такой же йогурт вот как тык продается во всех европейских странах то есть вот этот вот йогурт и уже полученный полученные смешиванием не молока и сметаны как я это сделала для первого раза потому что мне нужны вот эти бактерии закваски а потом вы в молоко будете вводить вот эту массу тоже 100 грамм и к концу месяца у вас будет вот действительно самый замечательный на свете котык йогурт высшего качества просто и что делать с котыком я расскажу в следующей программе а пока нужно это все нагреть укрыть и поставить до утра запомните пожалуйста температура от 33 до плюс 35 не выше и не ниже в этом самая главная фишка сейчас температура этого молока со сметаной составляет где-то порядка ну 10 12 15 градусов максимум я включаю на двоечку и мы будем нагревать молоко но нагревая вот эту смесь вы должны понимать что нагреть ее больше 35 нежелательно потому что сметана начнет таять и выделять жировые пластиночки такие капельки нам это не требуется когда вы будете делать второй раз вы даже по температуре рукой взяв за кастрюльку вы будете понимать что до температура соответственно научитесь до такой степени быстро и правильно делать что будет уходить 3 минуты всего они 5 нам просто нужно нагреть и тщательно размешивать все йогурт будет готов а уж вводите сюда ягоды это уже дело пятое и дело вашего вкуса и желания но неужели вы пять минут не найдете чтобы сделать домашний высококачественный йогурт пожалуйста я вас очень прошу ну пожалейте вы свое здоровье ну пожалейте свои печенки желчные поджелудочные но пожалейте своих малышей они очень любят вот такие массы при очень а ваши салаты диетические будут заправлены тем что вы сами для себя и сделаете но на этом конечно я закончу но следующая программа будет не про котык вот такую массу а про сузиму которую мы из этого котыка и получим